Мой вопрос касается скорби. Мы все знакомы с философиями, которые говорят нам, что надо быть уравновешенными и относиться и к горю, и к радости с одинаковой беспристрастностью. Но что, если испытываешь настолько невыносимую скорбь, что её невозможно терпеть? Что, если теряешь кого-то, кто был тебе по-настоящему дорог? Как справиться с тоской? Необходимо понять следующее. Я говорю это не для того, чтобы умолить чью-то утрату. Но я хочу, чтобы вы поняли, что скорбь всегда связана с утратой. Утрата означает, что мы потеряли что-то. Дело здесь не в чьей-то смерти. Люди могут скорбеть об утрате имущества, положения в обществе и даже профессии. Так что, по сути, дело в том, что человек что-то теряет. Когда дело касается людей, если их забирает смерть, особенность такой утраты в том, что её невозможно заменить. Имущество можно заменить, положение в обществе можно заменить, можно заменить деньги и богатство. Но когда мы теряем кого-то, мы не можем заменить этого человека. Так что скорбь становится более интенсивной. Это происходит просто потому, что мы выстроили свою личность словно калаш. Мы являемся теми, кто мы есть, из-за того, чем мы владеем, из-за позиций, которые занимаем, отношений, которые формируем, из-за людей, которые присутствуют в наших жизнях. Если что-то одно из этого исчезает, это оставляет вакуум в нашей личности. Вот от чего мы страдаем. Так что очень важно, чтобы источником наших отношений была наполненность, чтобы мы не использовали отношения как инструмент для того, чтобы наполнить свою жизнь. Если мы используем отношения, чтобы наполнить свою жизнь, то когда отношения прекратятся, вы останетесь пустыми. Если вы формируете отношения, потому что хотите поделиться своей наполненностью, тогда скорби не будет. Когда мы теряем кого-то, кто нам очень дорог, все это может не сработать. Это будет выглядеть как попытка выставить чью-то утрату незначительной. Так что необходимо развивать это на протяжении всей жизни, чтобы то, кем вы являетесь, не определялось тем, что присутствует в вашей жизни. Содержимое наших жизней должно определяться тем, кто мы есть. Это должно произойти с каждым человеком. Вот что такое духовный процесс.